Ах, как похорошела Москва при Собянине. Да, это Москва. А эти упыри наша группа. Мы играем за Марка Иванова, обычного пензенского парня. И да, чё это тут по Москве раскатался. Возвращаемся в нашу пензу. О, опыта добавилось. Слушайте, может нафиг карьеру рок-звезды? Будем просто между городами ездить опыт получать. Не, разумеется, я шучу. Мы будем рок-звездами, но сначала я забыл купить усилитель для гитары. У нас есть только гитара, струна на неё, а вот усилителя, через который звук, собственно, будет подаваться, у нас нет. И ровно как в прошлый раз, я просто заехал в любой магазин со скидками и ищу сейчас более-менее что-нибудь дешёвое, неубитое. Сойдёт. И да, я сейчас не буду тратить деньги на починку наших инструментов, потому что группа только-только собралась. Нам бы эти инструменты вообще хотя бы начинать использовать. Давай расскажу тебе о концепции времени. Не как Эйнштейн, а в этой игре. Весь день здесь делится на три этапа. Как я это понял? То есть это не указано в игре, это просто по наблюдению. У нас есть дневная часть. Здесь выполняется вся работа, типа покоса, газонов, различные задания из музыкальных магазинов и всего вот этого. Потом идёт вечер. Это та часть, где мы либо смотрим шоу, либо сами выступаем. И если мы делаем что-то вечернее, то вернуться в день уже нельзя. То есть если мы посмотрели шоу, мы не можем потом поехать и стричь газоны. День прошёл бесполезно. После вечера идёт часть такая перед сном. Там мы репетируем. Это самое завершение. То есть в этот момент можно порепетировать, отправиться спать, уйти в отпуск. Или, например, потратить ночь на то, чтобы проехать из одного города в другой, если эти города на достаточном расстоянии. Лекция закончена, экзамен через месяц. И вот да, чем мы сейчас будем заниматься? У нас день, как ты видишь, и мы же настоящие рух звёзды. И ты такой, да, сейчас будем выступать. Нет, 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 нет. Едем на кладбище. Дело вот в чём. Нам очень, очень нужен кэш. Прямо отчаянно. И нет, мы не будем сейчас разграблением могил заниматься. Кое-что эстетически более классное. Мы проведём кладбище в порядок. Немного газона косения. Это даст нам немножечко денюжек, которые капец как нам нужны с самого начала. И знаете, у этого парня такая прическа, мне кажется, он этой же газонокосилкой и себя стрижёт. Я не профи таких причесок. Я сам такой ходил. Вон, в инсте куча фоток. И да, как ты понимаешь, из той концепции времени, которую я озвучил вот не так давно, мы потратили день. Видишь, написано, что работа была выполнена сегодня. Всё, день потрачен. Вечер, как правило, лучше всего тратить на просмотры шоу. Тогда это даст нам больше вдохновения. Либо на сами выступления. Но, как бы так аккуратно сказать, что мы вообще никому не уперлись. Да, вообще никто ничего о нас пыха не знает. Поэтому мы смотрим, кто выступает сегодня. А, никого. И, ой, как мало работ, как мало концертов. Я проходил эту игру не под запись. Вот здесь рассказал вкратце об этом всём, об истории, о том, как в целом игра работает. И если здесь даже три строчки неполные, то, допустим, в Сан-Франциско, Лошан-Жересе или Нью-Йорке, в котором я сейчас чаще играю, потому что, ну, прошёл игру и уже, по сути, всё сделано. Там такой список, что каждый день можно хоть на кого ходить. Пенза. Уф. Что ж, мы сегодня никуда не идём. Окей. Тогда переходим к третьему этапу в течение дня. То есть, поняли, да? Вечером выступление или посмотреть, или даже не вариант. Так что мы переходим вот к этому моменту перед сном. Здесь можно писать песни, репетировать песни. И вот наша прямо в доме репетиционная база. Потрясающе. Давайте инструменты развесим от этих ребят. О, ушели телек. Телек – это вот такая форма. Боже, обожаю телеки. Круче для меня только лосполы. Это чисто дерево кусок. Как звучит. У нашего марка обязательно будет лоспол. А пока, да, повесим их инструменты где-нибудь. Ну, просто, знаешь, заходишь, берёшь, буро здесь висеть. Какой моднявый бас, ой, какая красота. Как я люблю музыкальные инструменты, вы бы знали. И да, пишем нашу первую песню. Ой, как плохо. Сейчас объясню. Вы ничего не поняли, это нормально. Процесс написания песни здесь – это небольшой пазл. Видите, нам нужно вложить четыре плиточки, так, чтобы они состыковались. Проще простого. То есть вот прям берём пэк, и нам тут же показывается, что ага, вот уже никакой ритм мы в этот риф воткнуть не сможем. Окей, зато мелодия эта подходит. И тема, допустим, вот эта. Супер. Но, видите, нет ритма для этого. Собственно, это процесс. Почему я сказал «аааааа», когда всё увидел? Видите цифры? Один, три – это самые-самые низкокачественные, которые могут существовать. Ритмы, мелодии, рифы, слова. То есть, допустим, здесь Джастин про любовь с единичкой написал что-то в духе «Ты меня не любила, Этин, ты меня убила». Мировая слава нам с этим точно не сверит. Разве что слава фриков, но это не то, к чему мы стремимся, верно? Хорошая новость в том, что наша бедная барабанщица, я не могу смотреть на небес веках, наша бедная барабанщица – хороший продюсер. А это значит, что даже если наши идеи изначально говно, мы можем их допилить. Нажимаем «Развить идею». И если что-то написано одним и тем же человеком имеет одинаковое качество и одинаковые вот такие вот кусочки пазла, мы можем их объединять. И эти идеи плюсуются. То есть, как вы правильно поняли, берем 1 плюс 1, 3. Да, в этой игре такая математика. Если что, можете на паузу поставить все, прочитать, но вот так вот этот уровень. 1, 3, 6, 10, 15, 20, 25 или 35. 35 – крайняя редкость, но это не обязательно. 25 будет хватать, потому что, как ты понимаешь, максимум – это 100. А когда у тебя 4 клеточки, тебе хватает, чтобы было по 25. Я не знаю, баллов или что это. Короче, циферки вот эти. То есть, сюда вставляются штуки 25 уровня. Песня получается качество 100. Все счастливы, мировой хит, слишком много денег, личный самолет, дома в каждом штате. А, это другое прохождение. Мне уже не хватает моей прошлой группы. Ладно, давайте улучшим, что можем. То есть, вот это приплюсуем, вот это приплюсуем, вот это приплюсуем, вот это. Ну, вы поняли. Че я каждый раз повторяю. О, видите, экстра уровень добавился из-за того, что у нас довольно хороший продакшен на самом деле. Эй, эй, не отключайся. Я рассказываю, это понадобится потом. Честно. Дальше будет офигенная история. Но сначала нужно знать базу об игре. Понял. Это нужная информация для этого прохождения. Я бы не грузил тебя фигней. Ну, или можешь на Ронду посмотреть. Ха, черт, ну почему? Ронда МакКриди, почему? Ну, зато продюсер хороший. И сидит там на барбарах. Мы просто ее чем-нибудь накроем. И она будет выдавать звук. Потрясающий план. Ладно, вернемся к написанию песен. И я сейчас просто что-нибудь... О, а вот это хорошо. 6 и 6, 10. Это будет неплохой трек. Еще и по модной теме. Видите, зеленым обозначается модная тема. Так что я выберу ее. Окей. Это здесь подходит. Это подходит. И это подходит. Бум. Трек, конечно, лютое говно. Но, в принципе, хотя бы что-то. Любое случайное название. Да, у нас есть настроение. Либо это медляк, либо это обычная песня. Либо это что-то взрывное. Так что еще несколько случайных названий, которые мне понравятся. Допустим, вот эта. И песня готова. Единственный косяк, правда, что ее Джастин вообще не написал ничего. Не вложил в этот трек. А у него эго охренеть какое. Ну, я надеюсь, он приложит руку к следующим трекам. И, в принципе, останется доволен. Очень надеюсь. И все. Заканчиваем трек. Мы перешли в следующий день. Потому что, как ты помнишь, написание трека, репетиции и так далее. Это вот все. Конец дня. Ты это делаешь. Переходишь в следующий день. У нас день. Мы можем поискать работу. Вот это выглядит неплохо. Работа на студии. Это, скорее всего, диски развозить или что-нибудь такое. Ерунда. Но дают 300 долларов. Я согласен. Да. Это вот вы думали, что рок-звезды. Это мы сейчас будем такие... Эээ. Вечеринки. Инструменты. Класс. Ага. Развозим диски. Точнее, собираем диски. Готово. 300 долларов. И новый уровень у нас. Слушайте, нужно научиться писать музыку. Мы пока вообще ничего здесь не можем. А Джастину, блин, нужно научиться слова писать. Потому что он хочет каждому треку прикладывать силы. Но посмотрите. Один трек написали без него. Счастье уже 90. Ну. Знаете, в моем американском прохождении у меня группа вся собралась в один день. И много лет, кажется, уже 7, если мне память не изменяет. Держатся одним составом, счастливы, дружат. Все так потрясающе. Но здесь Джастин должен будет уйти. Ну, что-то мне подсказывает, если он дальше будет выделываться и нихрена не делать. И да, верите, нашу дневную обязанность мы выполнили, а вечером сегодня ничего не идет. Эх, ну ладно. Значит, просто пытаемся записать еще один трек. В смысле, сочинить. И вы спросите. Эй, вторая серия. Где выступление? Вообще, работа, конечно, прекрасна. Но когда мы уже увидим сцену... Сначала нам нужно написать хотя бы 6 треков. Напишем 6 треков, отрепаем их. И тогда можем выдвигаться. Может быть, попадем кому-нибудь на разогрев. Но, черт, здесь так мало пабов, различных мест для выступлений. Это будет очень тяжелое прохождение. Серьезно. Но мы прорвемся. Вторая песня. У-у-у. Уже есть шестерочки. Это неплохо. Это неплохо. Если они еще будут стыковаться... О! У нас еще есть, что развить. И да. Слова Джастина. Я так понимаю, нам уже просто нужно, чтобы... А, черт. Пазл не складывается. Давайте так. Я примерно недельку проведу без вас. Потому что, как вы понимаете, теперь будет рутина. Рутина. Мне нужно просто где-то подрабатывать. И постепенно писать треки. Я думаю, вот такие эпизоды и разговоры про музыку я буду выносить на стримы. Кнопка спонсировать. Есть под видео. Там же и третий Sims. Там же я рассматриваю магию в четвертом Sims. Ну и на самом деле, там не только игры. Там и музыку пишем. Там музыку играем. Там просто что-то подкастовое. Короче, топ. Буквально второй канал. А я пока здесь вот, кажется, какую-то песню сложил. Качество, боже мой. 8 из 100. 8. Это так мало, что у меня даже нет слов, насколько это мало. Но ничего страшного. Запишем. Будем репать. Мы должны начать выступать попросту. Нам нужно выстраивать репутацию и популярность. И, честно говоря, я надеюсь, что мы как можно быстрее из Пензы переним в Москву. Потому что Москва большой город с международным аэропортом. Мы просто сможем летать больше куда. Больше выступлений давать. Потому что здесь просто город больше. Там наверняка больше менеджеров. И вот все в таком духе. Опять же, менеджеры ищут выступления по радиусу. А мы с Пензой. Вот он ты. На самый восток. Так что, даже перебравшись в Москву, мы будем охватывать уже не только здесь, ой, а еще и вот здесь. В то время как от Пензы у нас просто половина нашего радиуса. Куда вы меня загнали, ребят? Ладно, я писать треки, скоро вернусь.